Сегодня в Сочи стартовал шестой медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». В трехдневной программе лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки. Участниками стали более 500 человек со всей страны. Федеральные эксперты, активисты проектов Народного фронта, победители конкурса журналистских работ фонда «Правда и справедливость». Среди лауреатов наша коллега Ольга Пырочкина. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Я прошу, на самом деле, просить мне мой такой неформальный внешний вид. Дело в том, что сейчас я нахожусь в городе Сочи. Здесь проходит медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» или просто медиафорум Общероссийского народного фронта 2019. Сейчас здесь находится 350 журналистов со всей страны. Это лауреаты конкурса «Правда и справедливость». И в том числе 30 лауреатов конкурса «Аэропортам имена Великой Соотечественной». Давайте попробуем подойти сейчас к нашим коллегам, поинтересуемся, какой проблемальщик они готовили на материнском. Здравствуйте, откуда вы скажете? Приглашаю вас ознакомиться с работой выставки «Правда и справедливость». У нас на самом деле только что закончилась сессия с Маргаритой Симоньян. Мы говорили о этике в медиапространстве, о журналистской этике. У нас впереди два очень насыщенных дня. И ожидается, что 16 мая в пленарном заседании форума, премьер участия Владимира Путина. Ну а я постараюсь вас держать в курсе всех самых интересных событий. Коллеги! Спасибо, Ольга. Будем ждать новостей с нетерпением. Сегодня же в Саратовской области также стартовала туриада. В спортивно-туристском лагере собрались 14 команд победителей региональных турслетов, студенты вузов, спортсмены, всего около 700 человек. Нашу республику представляет делегация из 40 человек. Соревнования пройдут в четырех дисциплинах. Маршруты от первой до шестой категорий сложности, пешеходные и водные дистанции, дистанции на средствах передвижения.